Друзья, продолжаем эфир на ОБОС-ТВ, как вы еще залишаетесь, а сам и с нами. Нагадаю, в нашей студии Гарри Таба, капитан первого ранга військово-морских сил ШАПН. Здравствуйте еще раз, Гарри. Хотелось бы поговорить еще об украинской армии, об украинских оружиях. Совет национальной безопасности и обороны опубликовал на своем ютуб канале запись испытаний первой украинской крылатой ракеты наземного базирования. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, ракета способна точно поражать наземные морские цели. По словам его, ракета является полностью украинской разработкой. Как оценить чудо украинской техники? Я даю высокую оценку, потому что при вашей экономике, при ваших проблем, которые у вас сегодня в стране находятся, создать такую ракету это не так просто. Но она правда создана, она правда летает, она правда попадает в цель. И это очень важный момент. Самое, что я за последнее время узнал, что эту ракету может не только советские самолеты носить, но и самолеты, она также подходит и к самолетам натовским. Поэтому, когда вы перебазируетесь на другие, более современные самолеты, эта ракета будет подходить и к этим самолетам. Это также надо понимать, что это такое высокоточечное оружие. Там компоненты, я думаю, не только украинские, компоненты разные. Но это, опять же, показывает, что Украина часть всемирно цивилизованного мира, где с ней делятся и компонентами, и разными вещами такими, которые могут создать такую ракету. Я думаю, это такое перышко в шляпу ваших военных, военной индустрии. Но вы раньше сталкивались с такой ракетой? Лично, если бы я с ней столкнулся, я бы с вами здесь не сидел. Не напротив друг друга, а как бы вы, может быть, запускали подобные ракеты? Я нет. Или были свидетелями? Я свидетелем. Я был такие ракеты, конечно, я видел, но я не ракетчик. Что может создание такой ракеты? Можно чем-то подтолкнуть Россию к соответственным действиям? Сможет, какой-то реакции серьезной? Потому что пока что, если не ошибаюсь, молчок. Я не могу предсказывать, я не предсказательный, но Россию, как я понимаю, может подтолкнуть все, что угодно. Вот я сейчас сижу с вами разговариваю, это может их тоже подтолкнуть на что-то. Это непредсказуемые действия там принимаются. Сейчас вот будет интересно, как этот список отреагирует, как Украина отреагирует на этот список. Потому что у Украины много связей разных. А вот как на ваш счет должна отреагировать? Ну это я не знаю, я не политик, но это будет очень сложно, потому что это вся Россия. А у Украины много связей с Россией и торговых, и культурных, и остальных. Теперь что получается? Если будет продолжать здесь функционировать банк, допустим, российский банк, то американские банки отсюда уйдут. Если здесь будут ездить российские запчасти, поставляться сюда какие-то, то американские запчасти уйдут. Поэтому для Украины сейчас будет довольно-таки сложный момент. Все боялись, что Трамп это друг России. Теперь, оказывается, посмотрим, ли Украина друг России. Это хороший вопрос, я думаю. Если Симонс будет продавать сюда турбины свои, то Америка перестанет у Симонса покупать турбины. Вот как этот список работает. И поэтому все, кто будет иметь дело с Россией, не будут иметь дело с Америкой. Ну а тот момент по поводу скандала, что за несколько часов до публикации документа, его вроде бы как полностью перекроили. Просто взяли телефонный справочник Кремля, взяли Форбс 98, 96 олигархов. Все это соединили и получилось 210. И вы сказали, вот вам вся Россия. Это вся Россия. Да, я предполагаю, потому что все время, я думаю, что нашему президенту просто надоело быть все время, что его обвиняют, что он шпион, и что он работает на России, и что он друг России. Он сказал, вот Конгресс, нате вам, пожалуйста, вот я какой вам друг, я всю Россию вам даю, теперь вы выбирайте, с кем вы хотите иметь дело там. А если вы кого-то из этого списка уберете, то почему вы это убираете? Может быть вы с ними в заговоре, а не я? Тут не Украина, тут это у нас местная драка идет там между Конгрессом. Ага, но почему тогда Путина нет? Путина нет, нету несколько человек. Путина нет, нету Кирилла и нету Кадырова. Да. Но основная ветка есть. Да, премьер-министр. Вот с ними вы можете иметь дело. Но Путина нету, наверное, потому что все-таки глава страны, с кем-то надо вести переговоры, с кем-то надо говорить. А иначе так все там, да. Ну договаривались до публикации кремлевского списка, до Рыжки ездил в США и договаривались, пытались договариваться. Я не знаю, там же еще есть секретный какой-то список, но я не знаю, когда говорят, что они туда все ездили договариваться, я не думаю, что они туда ездили договариваться. Потому что туда ездили такие главы всех спецслужб, разведки. Это, я думаю, знаете, когда вы в школе учились, ну вы-то, наверное, хорошо учились, я не очень. Но когда меня вызывали к директору в кабинет, это хорошее мне, ничего мне не предсказывало. То есть вы считаете, что вызов на Рыжкина в США, это как к директору в кабинет? Да. Я думаю, что их там нашлепали. Хорошо, еще очень коротко, у нас буквально 30 секунд остается. По поводу миротворцев, да, вот была последняя встреча Курта Волкера и Владислава Суркова, они говорили, ну, одно из моментов, миротворцы не договорились, но вроде бы все-таки какие-то подвижки, сдвиги ощущаются. Ну, вы знаете, я был миротворцем в Абхазии, и я немножко понимаю, как это работает. И Владимир Владимирович, он старый КГБшник, и он знает, он все время миротворится. Вот американцы выгнали дипломатов, а он говорит, а мы не будем, мы их оставим, мы не будем отвечать таким же, как обычно. Сейчас этот список сдали, он говорит, а мы не будем, я мирный, это вы на меня нападаете, это вы агрессивные, я всегда мирный. Он говорит, давайте миротворцев туда, значит, на Донбасс привезем, потому что я же мирный, я вот и в Сирии тоже я химическое оружие выведу, чтобы мне... Я все держатели помогут. Я вам такое всегда помогаю. Но то, что он предлагает, так не работает по-настоящему, потому что когда миротворцы заходят, это должны быть две стороны, которые на это согласились, какая у вас вторая сторона. И потом, почему это должно, миротворцы стоять на вашей стороне. Эти миротворцы должны стоять на границе между Россией и Украиной, а не где-то посередине Украины. Так не работает. Посмотрим. Спасибо большое вам, Гарри, что сегодня пришли к нам. Нагадаю, мы в нашей студии, был Гарри Табах, капитан первого ранга військов морских сил США. Друзья, залишайтеся. Забо с того, с нами на цикавище, пока почитайте сайт обозревателя. Редактор субтитров А.Семкин